Ух, отработали. А ты чего не переодеваешься? Да не, я сегодня здесь останусь. Все равно поздно уже. Точно? Да, конечно, но не первый раз. Игорек, что с тобой? Друзья мои, ну наконец добрались мы и до кисляков. Саур. Что ж такое саур? Саур. Ну, однозначного ответа нету. Как бы просто кислое пиво. Общее название кислое пиво. Хотя там очень много направлений. Школу там. Ну, основная там бельгийская. Там эти фландрийские эли, гёздз, ламбик. Все вот эти вот дела. И немецкая школа Гозе. И берлинер Вайсе. Бельгийская школа это такая добротная, с выдержкой в дубовой бочке. Ламбик там вообще как бы спонтанное брожение. Выносят в сад этот кул шип. Оно там, что оно падало, с того и бродит. Потом это все выдерживают. Некоторые там есть фруктовые ламбики. Там настаивают на вишне. Крик называется. Там на малине фрамбуаз. Ну, и так далее. То есть там до трех лет выдерживают. Потом смешивают, купажируют. Такая история очень долгая. Не про нас. Нам хочется побыстрее. И как бы тоже кисленького. Тут немецкая школа приходит на выручку. Тут можно просто как бы закислить. Ну, там тоже своя история. По закону о чистоте пива. Ничего нельзя добавлять, кроме воды, хмеля, солода и дрожжей. Все. Но немцы вышли немножко из положения. На солоде всегда находятся молочно-кислые бактерии. И если дать затору немножечко постоять при температуре, там 35-38 градусов, молочно-кислые бактерии так как бы вылезут наружу, закислят затор. И получится кислячок. Так что все по-честному. Ну, и это намного быстрее выходит. Как бы и не менее вкусно. Поэтому для нашей, для нашего томатного, ну, томатной газе, это вообще как бы такая современная уже интерпретация крафтовая. Крафтовая. Вот. Для томатного газе мы используем вообще самую модную там технологию. Саур китл. Называется это по-быстрому. То есть позволяет закислять быстро, без шума и пыли. Будем делать на основе газе. Газе это тоже немецкое такое пиво с добавлением морской соли. Ну, то есть там тоже не добавляли морскую соль. Там просто брали воду с морской солью. Тоже как бы все по-честному. Вода, значит вода. Ну, а соль такое дело. Поэтому подсоленную воду и сделаем пшеничное пиво на основе газе. Что нам надо по-быстрому? Пилснер, пшеничный солод, овсянка. Ну, как обычное дело для пшеничного пива. Вот. Кориандр добавляем. Это нормальная история для газе. Вот. И соль. 50 грамм. Томатную пасту. Перец черный, перец красный. Это мы уже будем добавлять под конец брожения. Чтобы оно там не сильно трансформировалось. Нам нужен яркий томатный сок, скажем так. Поэтому хмель тоже тут не особо не играет роли. Жатецкий возьмем. Ай-Биу у нас будет 9. Горечь тут не нужна абсолютно. Вот. Вода 38 литров. Всего основной затор будет 25 литров. Промогная вода 13 литров. Вот такой хитрый у нас будет график затирания. В принципе обычный для обычного вайсбира. Для пшеничного пива. 37, 65, 75. Все. Нам больше не надо. Трожжи обычные тоже. ВБ-06 пшеничные. Но мы будем еще делать закваску. 90 минут. Вся технология Саур Китл состоит в том, чтобы сделать закисление в варильном баке. То есть мы сначала сделаем затирание. Отфильтруем. Потом убьем всю микробиоту. Ненужную нам. То есть доведем до кипения. Охладим до 37, где-то. Ну 35, 38. Вот так вот градусов. Идеальная температура для молочнокислой бактерии. Потом у нас есть заквасочка. Мы эту заквасочку туда засыпем. И дадим немножечко разбродиться. Не разбродиться. Заразиться. Заразиться молочнокислыми бактериями. Суслу. И будем следить за пиаж. Сначала пиаж затора у нас будет где-то 5, 3, 5, 4. Ну в этом районе. И после того, как оно у нас упадет до 3, 3, 3, 5. Вот тогда мы это сусло сразу же проварим. Добавим уже хмель. И тогда уже засыпем дрожжи. Вот эта технология называется Китл Саур. Саур Китл. Короче кислый чайник. Дословный перевод. Все. Технику, тактику, стратегию разобрали. Идем варить. Все у нас подготовлено. Водичка греется. Солод помолот уже перемешан. Кориандр 5 грамм. Жатецкий 30 грамм. Вот такая розовая соль. Это с Азовского моря. Закваска для йогурта итальянская. Тут у нас лактобацилус булгарис. Булгарикус. Короче, болгарская палочка. Ацидофилин и термофилес. Стрептококус. Вот томатная паста. Ну, естественно, перец черный и перец красный. Все. У нас 37 градусов. Засыпаем. Красота. Все. Выключаем. Охлаждаем. До 35-38 градусов. Засеиваем нашими лактобациллами. Все. И ждем 12 часов. Перед этим сделаем замеры, конечно же. Отлично. 10,2. 10,2. Не кипевшего первого сусла. Получается, у нас выкипит. Где-то будет 11-11,5. Начальная плотность. Просто замечательно. Легенькое пшеничное пивко. Еще где-то процент, наверное, сожрут лактобациллы. Все будет очень-очень по канонам. Так. И тут у нас уже остыло. Посмотрим, какой у нас пиаш. Мяш. 5,45. Все, как и планировалось. Замечательно. Закисляем мы лактобактериями нашими. Вот два пакетика. Все, закрываем крышечкой. Аккуратненько. Закисляем прямо в котле. Ни в коем случае не сливаем ферментер. Не разводим инфекцию по пивоварне. Потом фиг выведешь эту молочно-кислую бактерию. Потом этот котел же тут же и проварим. Убьем ее всю. Будет у нас все опять чистенько, стерильненько. Аккуратненько работаем с бациллами. Вот. Все. Потом дезинфицируем. И еще один лайфхак. 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 О. Уже вечер. Уже дикция не та. Шесть часов вечера как раз у меня. Лучше это все дело делать вечером. Потом ночь как раз отдохнуть. И с утра можно продолжить варку. Потому что если с утра начать, то как раз на ночь и выпадет время продолжать варить уже наше сусло. Поэтому так. Все. До утра. Ну что, друзья мои. Шесть часов утра. Ну что, друзья мои. Шесть часов утра. И только пивоварам, которые варят кисляки, не спится. Что тут наш. Естественно, ничего не видно. Пахнет вареной кукурузой. Так. Сейчас. Первым делом замеряем пиас. Ну такая легкая кислинка присутствует. Ну вот всего 4,26. Ни фига нас не устраивает это. Я думаю, из-за того, что здесь 18 градусов, и оно все равно немножечко остыло. И не успело закислиться. Поэтому сейчас включим немножечко нагрев. Ждем до 35-37. И опять оставляем на пару часов. Я думаю, оно дожрет закислиться, как нам надо. Чертова автоматика ниже 50 градусов не дает выставить температуру. Поэтому ждем нагрева, как будет 35. Выключим. Два часа прошло. Надеюсь, закислило, как надо. Почти 3,9. Это многовато. Еще час. Еще час ждем. Ну и запах, конечно. Вообще, если кто не знает, как пахнет ДМС. Три часа уже ждем. Сколько можно закисляться. Так. 358. Будем считать 3,6. Я думаю, это нормально. Такая приятная кислинка. Прямо вот то, что надо. Я думаю, оставим на 3,6. Чтобы резкой кислоты не было. Все. Значит, запускаем на кипение. Кипим, варим. Хмель, брожение. Все по плану. Так, ну что. Полчаса до конца. Закидываем наш хмель. И сразу же кориандр. Ну, запашок такой, честно сказать, специфический. Чувствуется вот эта кислинка. Ну, это правильная кислинка. Пиво должно сначала скиснуть, а потом свариться. А не свариться, а потом скиснуть. Молочно-кислые бактерии как пригорели. Наш сауренок практически выбродил за 5 дней. Настало время добавить томат полкило. Перец черный, перец красный. И соль по вкусу. И соль по вкусу. Сильно соленая. Но как раз при разбавлении получится волк. Попробуем. Ну, цвет пшенички. Чуть-чуть розоватостью. Запах больше пшеничного пива. Кориандром чувствую. Томат очень-очень слабо. Класс. Томатный сок. О, перчик чувствуется. Перчик в норме. Прям не отталкивает, а так пикантность создает. Прям такой сок. Очень-очень интересно, классно. Но я думаю, что мы немножко откорректируем рецепт. И добавим еще пол-литра томата. Сюда для более явной, скажем так, нотки. Поэтому пойдем корректировать рецепт. Вот это мы сотрем. 0,5. И напишем 1 килограмм. Все. Томат-паста у нас пойдет 1 килограмм. Ммм. Перчик чувствуется прям класс. Томат-паста у нас. Томат-паста у нас. Друзья, ну что, сауренок наш томатный наконец созрел. Блин, первый раз я его делал. Кстати, эксперимент. Поэтому. Давно просил. Я очень давно просил, Иван. Да, да. Игорь пробовал, кстати. Я б разный пари пробовал, да. И все хотел, что у нас больше. В Харькове брал, говорит, что там очень один классный томатный саур. Надо такой же сделать. Ну, я не пробую. То есть, сделал как считал нужным. Поэтому. Кстати, вот этот покупной. Да. Который Игорь пробовал, который, говорит, отличный. Да. Я еще не пробовал. Только налили. Да. Сейчас попробуем наш. Все говорит правду. Цвет явно розоватый. Но именно такого бурячного. Трэша пока нет. Нет, ну не трэш. По сравнению с нашим, у нас просто пиво, а тут все-таки. Я не знаю, да. Но мне самому интересно. Можно? Здесь даже поярче запах. Ну да, здесь больше томата. Да, запах примерно похожий. Но ярче здесь. Да, в этом ярче, поярче запах. Здесь тоже томат. Прямо такой томатный-томатный. Пивом не пахнет. Да, здесь все-таки перемешка такая. Пиво с томатом. Тут с пивком, да. Жжем? Ну, я попробую сначала эталон. Не придирайся. Не, ну это томатный сок. Не, ну я пью, я знаю, что это. Просто томатный сок. Чистый томатный сок. Даже пивом не отдает. О-о-о-о! Вкусный кап. Просто я этот пив, я знаю, какой он. Угу. Ой, такая прикольная кислинка. Вообще бимба. Вообще бимба. Такая необычная. Вообще необычная кислинка. А стринку чувствуешь? От перца. Сейчас начинает. Ха-ха-ха-ха. Да, ты что, халапеньо туда бросил? Нет, красный перец. Ну, а дальше там вот этот сок, да. Реально. Еще соль добавить вообще бимба. Да, вот как бы пива вообще нету. Пивом не пахнет вообще. Это, как бы, пиво. И запах пива в перемешку с томатом. Перчик очень пикантно в меру. Солененькое. То есть, очень даже хорошо. Я думаю, под хорошую еду. Извините, я давно ждал просто, когда Виктор это сделает. Поэтому я сейчас просто на каком-то седьмом-восьмом небе отчасти. Девятом. Десятом. Но у Виктора остынка еще прикольная. Реально томатный сок. Просто вот томатный сок. Асерва. Без, да. Я, то есть, я не ощущаю, что это пиво. Это в столовой дают томатный сок. Да? Да. Что-то забродил, что ли, в столовой от этого продают теперь? Может быть. Не, очень прикольно. Очень, очень прикольно. Ну, пьется вообще, да? Да. Ведрами. Да, можно вот под еду, как раньше, под шашлыч вообще. Зайдет, да? Классно, да. Придем замариновать. Можно замариновать в этом, да. Очень классно. Ну, ну, твой интересно, интересно, слышишь? Что ты интересовал? Тут чисто пивное. Надо тебе было по счету красным, вообще б тогда цену не было. Может, больше томатов все-таки надо? Ну, получается, да. Зажопил я томат. Зажопил, получается, да. Распивом немножко. Я, знаешь, еще чем-то больше бельгийским каким-то оттенком. Это чистая пшеничка с добавлением кориандра, морской соли розовой, перца черного и красного. Сначала полкило томата. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что красным все-таки нельзя сделать или как? Я не знаю. Ну, это эксперимент. Ну, надо больше, значит, добавлять. Я же говорю, на 20 литров. Блин, ну, пахнет хорошо. Сначала полкило томата, томатной пасты, потом еще полкило. Короче, килограмм томатной пасты на 20 литров. Ну, получается, что маловато. Значит, надо больше. Будем в следующий раз больше добавлять. Что нам томатная паста? Это же не ананасы. Да, зимой. Ну, да. Не, ну, все равно, считаю, получилось прикольное. Не, в ракетах. Вообще, вообще вкусненько. Да. Особенно с перцем угадал. Молодец. Пикантность. Угадал. Не остро, не незаметно. А именно, да. Печь такая же, это пикантность. Но ты уже человек опытный, да? Ты знал, что под это дело... Да, я же тебя вез не просто так. Без жратвы. То есть, начнем, да? Да, да. Настыло. Извините. Ну, ничего страшного. Я думаю, под это... Пицца Чикаго. Красота. Ну, давай. От винта. Что, прям вкусно? Прямо да. Прямо. Под эти вот пивасы как раз мясо и сыр идеальненько. Просто кислячки, кислячки хорошо идут. Да, нормально. Хорош. Вкусненько. Томат, томат. Вообще не ощущаешь с у пива. Просто вот хороший томат. Может сок надо было? Не свежий помидор, в смысле? Ну, да. Может вообще этот концентрат? Концентрат чего? Ну, я не думаю, это как паста. Ну, там я добавляю томат пасту. Вообще сок. Ну, мы с себя, конечно, интереснее. Вообще сок. Ну, да. Давай добавлять томатный сок. Просто вот. И цвет может такой будет. А может даже и солод не надо. Просто томатный сок. Да. Дрожжи брать ты, да? Да нет, не надо. Дрожжи. Ося. Вместе с краской. Если там осядут с мутью. Закачать в ЦКТ. Загазировать. Просто угли кислотой. Да. Просто сок загазировать угли кислотой и все. Соль добавить. Да. Капнуть там спиртом уже немножечко. Я думаю. Даже право в Амере получится. Ну, по ощущениям, такая вот история. Здесь пиво. Ну, вкусненько. Кислячок. Надо бы еще каких-нибудь примеров. Кислячков примеров, да, попробовать. Я поставил кислячок, тоже с малиной. Попробуем. Ну, это такие большелетние варианты. Угу. Не, ну, сильно. Оцени. Вкусно. Маневрите? Угу. Считаю, что эксперимент, в принципе, удачный. О, да. Да. Да, да, да. Рецепт можно принимать ко вниманию. Сделать что-то похожее. Вот. Ну, естественно, 50 бутылочек нашего эксперимента отправляются в наши магазины. И все друзья, которые приходят, покупают пиво, соответственно, получают в подарок бутылочку нашего томатного Гозе. 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 Гозе, да. Томатного Гозе. Вот. И, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам понравилось, что вы, может быть, на ваш взгляд, стоило там изменить. Да, мы обчеркнем. Да, хотелось бы знать ваше мнение. Поэтому, кстати, вот такие вот футболочки у нас есть. Да. У меня тоже есть. Да. Да, можно заказать на сайте, кто хочет. Крапус красавчик. Крампус, да, крампусявка. Вот. Мы будем продолжать. Да. Да. У нас не все еще закончено в тестовом режиме. Поэтому, друзья, варите вместе с нами, варите лучше нас. И просто варите. Давайте просто всем варить, да, и все. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok